Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня у нас в меню блюдо для меня экспериментальное, сознаюсь как на духу. Высмотрел я его в одном кулинарном испанском журнале. Попытался представить себе вкус, результат и, к своему удивлению, не смог. Думаю, надо готовить, пробовать, расширять, так сказать, свой кулинарный кругозор. Мы готовим сегодня кальмаров, фаршированных мясом. Понадобятся, понятное дело, кальмары, овощи для соуса, это у меня тыква для гарнира, говяжий фарш, молоко, хлебные крошки. Тоже для гарнира я взял сладкий перец, такой вот мелкий, это острый перец, зеленый. Надеюсь, что он очень острый. И сухофрукты. Короче, полный список, прочитайте. А ночное заливание сухарной крошки молоком. Его понадобится совсем немного. Сначала быстрая подготовка. Нарезка всего и вся. Морковь надо начистить и нарезать мелким кубиком. Не то, чтобы размер нарезки был так уж важен, эта морковь все равно после обжарки будет смельчена блендером. Но если нарезать все одинаковыми кусочками, то обжариваться будет равномернее. То есть вкус соуса не будет испорчен недожаренной или пережаренной морковью, ну или недожареным или пережаренным луком. А с томатами все будет проще. Их надо просто натереть на терке. Можно, конечно, использовать томатную пасту, но вкус все-таки будет другой. У свежих томатов присутствует такая характерная кислинка. Ну, можно приступать. Начинается все с прогревания этой вот вяленой вишни на оливковом масле холодного отжима. Экстра-вёржен, ароматная. Смотрите, какая зеленая. Не обязательно использовать именно вишню. Подойдут любые такие яркие, кисло-сладкие, скорее кислые, чем сладкие сухофрукты. Поищите на рынке, на развалах. Наверняка найдете что-то подходящее вам по вкусу. А теперь можно добавить половинку нарезанной луковицы. Пусть обжаривается. Минут пять. За это время она станет прозрачной и местами даже подзолотиться успеет. И самое главное, резкий вкус и запахи лука успеют смягчиться. В фарш уже можно добавить размоченной молоке хлебной крошки. И немного перемешать. Без фанатизма. Это для того, чтобы фарш при обжарке, а я его сейчас собираюсь обжаривать, уже был смешан с хлебом. И этот хлеб не горел. Ну и кроме того, нарежу щупальца кальмара и головы их. Их тоже нужно отправить в скорду вместе с мясом. Не выбрасывай же их, верно? Смотрите, лук в прекрасном состоянии. Самое время выкладывать фарш и обжаривать все вместе. И кальмара сюда же. Ну, в смысле, щупальца кальмара. Не надо доводить эту смесь сейчас до полной готовности. Только чтобы мясо вбелело. Кстати, посолить. И перемешать. И разбивать комочки. Вот этому количеству фарша на этой сковородке, на этой мощности конфорки хватит примерно 5 минут, чтобы дойти до нужной кондиции. Смотрите, какая красота. Все, хватит ему. А теперь придется немного почирикаться. Нафаршировать кальмаров начинкой. Ну и чтобы она не вываливалась, заколю кальмаров зубочистками. Не очень аккуратно у меня получается, потому что опыта в этом деле нет абсолютно. Вот в тех блюдах, где навалил все вместе в одну кастрюлю, поставил на огонь. А через полтора-два часа выложил в тарелку и все съел. Там я, конечно, бог. Да. Там я профессионал. Вот такие штуки получились. Сейчас быстренько обжарю этих кальмарчиков со всех сторон на сковородке. Опять же, не до готовности. Наливковое масло. Чуть-чуть. Огонь можно посильнее. Буквально по полминуты, по минуте с каждой стороны. Только-только, чтобы слегка прихватились снаружи, чтобы кальмары поджались. Больше форму такую плотно приобрели. Слегка-слегка обжарить их и убрать со сковороды в сторонку. Пусть прижат, пусть подождут своей участи. Потому что надо подготовить соус, в котором уже кальмары будут доходить до полной своей готовности. Сюда отправляется лук и морковь. Так. И сразу же чуть-чуть муки. Она и будущий соус загустит, и за счет того, что слегка поджарится, усилит дополнительно вкус этих овощей. Сейчас достаточно будет одной минуты. Это потому что морковь и лук мелко нарезаны. Вот если вы поленились и нарезали их крупней, то прежде чем класть муку, надо поджать эту смесь подольше. Так, чтобы лук уже начал становиться прозрачным. Отличное состояние. Добавляю белое сухое вино. Сейчас алкоголь выкипит. Мука впитает все соки. И можно будет добавлять томаты. Вот, уже можно. Видите, какая картинка на сковороде. И томатам надо будет сейчас покипеть примерно 5 минут. Лишняя влага уйдет, вкусы смешаются, и можно будет попробовать и выправить соус на вкус. Сахара добавить, может быть, еще соли. Если кислоты недостаточно, можно, в конце концов, немножко лимонного сока туда капнуть. Так, ну-ка, ну-ка. Что тут у меня в результате получается? М-м-м, вкусно. Но вкус не очень выраженный. Надо добавить соли. Вот так вот, наверное. Чуть-чуть сахара. Я коричневого добавлю. Не то, чтобы это было важно. Для старты добавлю черного. Свежего молотого. Небольшое количество. Вот так. Вот так вот. Будет совершенно другое дело, я уверен. Проверочка. Да. Отлично. И даже кислоты не надо, потому что помидоры и вино сделали свое дело. Надо немного поработать погруженным блендером. Но не буду я до конца все измельчать. Хочу все-таки, чтобы небольшие кусочки морковки попадались на зуб. Мне кажется, это будет классно. Ну, и пора уже возвращать кальмаров обратно. Вот сюда этих красавчиков. В журнале пишут, что можно еще добавить воды, так, чтобы кальмары оказались покрыты ею. Но на мой вкус это перебор, поэтому я долью кипятка немного. Вариться надо до полной готовности при очень слабом кипении под крышкой. Примерно полчаса. В качестве гарнира, я вам уже говорил, у меня будет тыква и перцы. Так что тыкву я заранее нарежу, а положу кальмарам примерно минут за 10 до их готовности. То есть через 20 минут. Я прекрасно понимаю, что со своими сегодняшними добавил, обжарил, вытащил, потом опять вернул, потом опять добавил. Вы уже запутались. Поэтому пока они томятся, вот вам основные этапы готовки. Думаю, так будет проще. Верно, 20 минут прошло. Пора добавить тыкву. Отлично. И оставить все в покое еще на 10 минут. Собственно, на этом рецепт и журнал уже закончился. Но мне хочется при подаче добавить немножко больше ярких красок. Поэтому я собираюсь еще и вот эти вот сладкие перцы, маленькие, аккуратненькие, подготовить. Вот эти вот сладкие, а эти острые. Хочу их в качестве такой легкой овощной закуски к этим кальмарам подать. Просто слегка припеку их на сковороде. Не до готовности. Так, чтобы бока слегка полились. То есть они будут сырые, но одновременно с этим, с таким легким ароматом дымка. Ну, как будто на углях готовились. Да, посолить все же их надо. Соль выступит усилителем вкуса. Собственно, на этом процесс приготовления можно завершить. Кальмарчика надо нарезать, наверное, для подачи. И сервировать как-то так. Вот такое необычное, ну, по крайней мере, для меня необычное сочетание. Ну и что у меня здесь получилось? Так, снимаю пробу. Слушайте, это классно. Это реально классно. Кальмар придает припкус морепродукта, но он даже здесь не важен. На самом деле здесь важен вот этот самый фарш. Фарш с вот этими сухофруктами. Вот это, это просто супер. Не ожидал. Знаете, мне в голову не могло прийти, что сухофрукты в данном случае, вот эти вот кисло-сладкие, более кислые, чем сладкие, так много здесь решают. Просто супер. Ой, прям не могу держаться, сейчас еще одну хочу. Вместе с соусом. Соус, соус-то я уже пробовал. Соус прекрасный, просто хорош. Необыкновенно, смотрите. Так. Слушайте, это классное блюдо. Я его буду готовить ни разу, ни два, ни три. Кальмаров нужно взять, наверное, немножко покрупнее, потому что вот даже вот эти, которые у меня были условно крупные, среднего размера здесь не продаются, они мелковаты, не очень удобно их заполнять фаршем, начинкой. Ну, можно немножко поковыряться, заполнить, но если будут покрупнее, будет удобнее. А так просто великолепно. Ну, и перцы, естественно. Я обожаю этот перец, тем более с вот этим великолепным соусом. Просто сказка. Этот соус, ну, или его разновидности, здесь называется соус маринара, сальсамаринара. Просто супер. Я очень люблю сладкие перцы. Когда они слегка подпекаются на сковороде, они еще более сладкими становятся, и это просто супер. Так, ну и острого перца, с вашего позволения, тоже надо утащить. Не знаю, насколько он острый, но сейчас выясним все. Он острый. Ой, класс. Он гораздо более острый, чем тот, который я обычно заберу. Ой. Спасибо вам за компанию, спасибо испанскому журналу за великолепный рецепт. Вам спасибо за лайки, дизлайки и за репосты. Отдельное спасибо. Ну, и, естественно, огромное спасибо моему спонсору Самура за предоставленные ножи. Всем спасибо раздал, а сейчас буду наедаться. Всем пока. Со всеми попрощался, а тыкву-то я не попробовал. Склеротик. Я ее даже в тарелку себе не положил. Ну-ка, как это с тыквой сочетается. Вот такая вот тыква, кусочек. Ну-ка. Ну, тыква как тыква. Она придает дополнительные сладости этому соусу. И, может быть, если бы ее положить немножко пораньше, ну, или часть ее положить пораньше, потому что она расползет вся в кашу, если раньше положить. Но, если часть тыква положить в соус пораньше, то и сахара не надо будет добавлять. Хотя, впрочем, если у вас лук хороший, сладкий, репчатый, то тоже сахара не надо будет добавлять. Короче, попробуйте, сообразите все. Теперь уже пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова